Зеленский призвал Южную Корею предоставить системы ПВО, СМИ. Владимир Зеленский выразил надежду, что Южная Корея предоставит Украине оборонительную военную технику, такую как зенитные системы, для отражения атак РФ. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на интервью, главу украинского государства, южнокорейской ежедневной газете ЧО Сунылба. Президент выразил признательность за обещание Южной Кореи отправить нашей стране машины для разминирования и гуманитарную помощь на общую сумму, около 230 миллионов долларов. При этом Зеленский в общении с журналистами в Киеве отметил, что Украине нужны системы ПВО и раннего предупреждения. Мы осознаем, что существует несколько ограничений по поддержке вооружений. Однако я считаю, что корейские принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем, что Корея пока не поддерживает, сказал он. Как обратил внимание Зеленский, зенитные комплексы – это сугубо оборонная техника, а не оружие. Для восстановления Украины небесный щит должен существовать. Мы искренне надеемся, что Корея поддержит нас в этой области. Система раннего предупреждения, которая предупреждает о российских авиаударах, также нуждающихся в помощи от Южной Кореи, заявил глава государства. Помощь Сеула с вооружением. Южная Корея является крупным экспортером оружия. Страна до сих пор исключала возможность отправки летального вооружения, в рамках помощи для Украины, ссылаясь на деловые связи с РФ, и влияние Москвы на КНДР, несмотря на растущее давление со стороны Вашингтона и Европы, с целью поставок оружия. Президент Юн Сок Ель в апреле, указал на возможность перемен. В частности он заявил в интервью Reuters, что Сеулу может быть трудно продолжать оказывать, только гуманитарную и финансовую помощь, если Украина столкнется с крупномасштабным, атаками на мирных граждан или из-за ситуации, которую международное сообщество не может смириться. Напомним, что Зеленский и Ель, впервые встретились, в мае на полях саммита лидеров G-7 в Японии, после чего Сеул по обе. Также украинский президент запросил у Сеула, военную поддержку в видеообращении к южнокорейским законодателям в апреле, включая бронетехнику, а также зенитные, противотанковые и противокорабельные вооружения. Напомним, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, в Сеуле заявил, что Сеул тщательно изучит список вооружений, которые пригласил президент Владимир Зеленский. Ранее в мае Wall Street Journal писала, что Южная Корея направила в Украину, сотни тысяч снарядов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.